Векторное пространство. Мы, конечно, выбрали несколько примеров, а именно я объяснил, что такое векторное пространство многочленов данных степенов. Если комплексируешь векторную степень, то, понятно, у вас коэффициенты в иниверевой степени, в первой, как о легенде, всего n плюс 1. Соответственно, получается, что базисом в этом векторном пространстве многочленов являются вот такие вот, да, n плюс 1. Можно взять, не обязательно такие, можно взять, помните, интерполяционная формула Лагранжа. По сути, что такое интерполяционная формула Лагранжа? Это когда вы в качестве базиса берете многочлены такого типа. Скажем, если у вас есть три точки А нигое, А первое, А второе, то тогда у вас многочлены имеют такой вид. x минус А первое умножить на x минус А второе разделить на 0 минус А первое, а нигое минус А второе. Это многочлены, которые принимали значение единицы в точке А нигое и 0 из точки А первое и А второе. Ну и еще два аналогичных. Вы помните, x минус a на левое умножить на x минус a первое разделить на a первое минус a на левое, a первое минус a второе. И, соответственно, третье x минус a на левое, x минус a первое разделить на a второе минус a на левое, a второе минус a. Смотрите, этих многочленов три. Значит, было бы один х х квадрат. И там базис, и это базис. На самом деле, базисов у векового пространства много и можно пересчитывать из одного в другое и так далее. Вопрос, а почему размерность векового пространства точно определена? В прошлый раз я начинал об этом разговоре. Вы должны понять, что это не легальный вопрос. Что? Ну как сказать? Представьте себе, что у вас есть некоторый базис. И вдруг вы сумели в нем записать другой базис. Но в том другом базисе векторов больше, чем в первом. Вы скажите, может такое быть или нет? Нет. То есть плоскость – это плоскость, а пространство – это пространство. А прямая – это прямая, да? Прямая – одномерная, плоскость – двумерная, пространство – трехмерная. Ну, отлично. Но вообще-то это надо доказать. Давайте поставим перед собой эту задачу. Сейчас документы стираю. Многочлены мне сейчас не особо интересно. А мне сейчас интересно следующее. Вот, друзья, представьте себе, что тут есть методный базис. Е1, Е2 и так далее, Еn. Это значит, что любой элемент векторового пространства через эти векторы с какими-то коэффициентами выражается. И при этом эти элементы линейно-независимы. Что значит линейно-независимы? Это значит, что если их довножить на какие-то коэффициенты, ну, скажем, на x1, x1 – это число, а не ответы, x2 – это какой-то другой, x1 – это еще, да? И это получится нулевый вектор. Давайте я, для понятности, буду над вектором ставить здесь стрелочку, чтобы не надо, да? Вот, если у нас есть такое равенство, то это означает, что на самом деле все x – это может быть. Так вот, представьте себе, что у нас есть N векторов линейно-независимых, и любой другой вектор нашего пространства, здесь нет вектор нашего пространства, это V означает. Любой другой вектор через них выражается, значит, для любого вектора F из пространства V существует единственный такой набор чисел, X1, X2, X2 и так далее, XN, что вектор F выражается по форме X1, E1, плюс X2, E2, плюс так далее, плюс XN, E. Отлично. Это называется амерное векторное пространство. Так вот, господа, представьте себе, что мне в этом векторном пространстве удалось найти больше, чем N линейно-независимых векторов. Что это будет означать? Это будет означать, что мы нашли такие векторы F1 и так далее, FN, и еще один, что они все линейно-независимы. То есть, если их умножишь на какие-то числа, среди которых есть хотя бы один миноль и сложишь, то получается не нулевой ирент. Так, я обещал стоять стрелочки, давайте поставим. Замечательно. Вот я сейчас приведу это к противоречию. Я докажу, что на самом деле это не так. Что значит привести это к противоречию? Я сейчас объясню, что между этими векторами обязана существовать линейная зависимость. Согласны? Это нужно сделать. Отлично. Что я сейчас на самом деле должен сделать? У меня все вот эти F из векторного пространства V. В векторной пространстве V не избавиться. Но это значит, что каждый из векторов F1 и так далее, FN просто V. На самом деле выражается через вот эти. Согласны? Согласны? Отлично. Давайте это напишем. Так, ребята, единственная у меня к вам такая просьба. А можно я сейчас буду писать не для произвольного N, а, например, для N равных 3. Дело в том, что вот эти многоточия они немножко сбивают. И я думаю, всем будет лучше, если я выпишу конкретные настройки. Потому что для любого общего N, честное слово, то же самое, только надо, понятно, писать нужное количество. Итак, для трех формула будет выглядеть так. У нас векторов четыре штуки. Ну, соответственно, для любого их будет сбросать. И каждый из них как-то выражается через Ешки. Отлично. Итак, A1, 1, E1, A1, 2, E2, A1, 3, E3. То есть, E – это те самые базисные векторы. Ну, и, разумеется, еще три таких же строчки я должен быть с вами написать. Значит, A2, 2, A2, 3, здесь A3, 1, A3, 2, A3, 3. И, наконец, 4, 1, 4, 2, E4, 3. Вот, это некоторые числа. А с двумя индексами – это некоторые числа. В общем случае, это будет таблица, в которой N плюс одна строчка и N столбцов. Господа, что я сейчас хочу доказать? Я хочу опровергнуть вот этот факт про независимость. Это значит, что я хочу между ними придумать зависимость. Проще говоря, я хочу домножить вот это вот на какое-то там X1, это домножить на какое-то число X2, это на число X3, а это на X4. Сложить все это. И должен получиться что? Ноль. Ноль. Отлично. Отлично. Складываю и получаю… Так, а что такое ноль? E1, E2, E3 – независимые. Значит, у меня должен получиться ноль коэффициент при Е1. Должен получиться ноль коэффициент при Е2 и должен получиться ноль коэффициент при Е3. Отлично. Пишу на систему прогон. А1, 1, X1, плюс А2, 1, X2, А3, 1, X3, А4, 1, X4, то есть ноль коэффициент при Е2. И это не так, что у нас фактически произошло. Раньше у нас H2 шли вот так вот. Три строчка, четыре столбец. А сейчас фактически… Это часто бывает в линии алгебры. Называется транспозиция. Когда вы прямоугольник относительного диагонали вот так переворачиваете. А1, 2, X1, А2, 2, X2, А3, 2, X3, А4, 2, X4, это ноль. И, наконец, последнее третье уравнение. А1, 3, X1, А2, 3, А3, 3, и А4, 3, X4, 4. Ну, в общем случае у нас таблица получается такая. Н плюс 1 в столбец, н плюс 1 в слагаемое и н в строчке. Так вот, это система уравнений. Что мы знаем о числах А? Ничего не знаем. Это абсолютно произвольные числа. Что мы хотим доказать? Что в этой системе есть нетривиальные решения. Мы хотим найти не все нули. То есть понятно, что если вы вместо X напишите все нули, то у вас будет, конечно, решение. Да? Будет все замечательно. Нам нужно, чтобы хотя бы один из X не равнял слою. Так вот, ребята, все же день. Если у нас есть система уравнений, в которой уравнений меньше, чем неизвестных, и все правые части уравнений, все равно блю, равно блю, равно блю. То у этой системы есть нетривиальные решения. Это очень легко доказывается. Просто индукции по количеству уравнений. Я объясняю. Вот представьте себе, что у вас все эти коэффициенты это нули в первом случае. Вот А1.1, А1.2 и А1.3 это нули. Можете вы тогда указать нетривиальное решение этой системы? Представьте себе, что это ноль, ноль, ноль. Какое тогда есть очередное решение, в котором не все X нули? Ну, X1, любое. X1, не любой, а не ноль. В качестве X первого надо взять не ноль. Понимаете идея? А остальные нули? А остальные нули. Тогда вот это вот у нас ноль, потому что X нули, а здесь будет ноль, потому что коэффициенты нули. Все, первый случай разобрал. Если все вот эти коэффициенты нули, то все очевидно. 1, X1, X2, X3 и так далее, это все одно. Второй случай. Здесь есть ненулевой коэффициент. Тогда тоже очень легко, ребята. Если у меня есть какой-то ненулевой коэффициент, то я беру и делю все уравнение на этот коэффициент. По сути же ничего не изменится, если он не нулевой. У меня получится, что X1 с коэффициентом единицы, да? После этого, ну пока ничего не изменилось. После этого я это уравнение умножаю на вот это и вычитаю в измерении. И здесь коэффициент стал равен чему? Нулю. После этого я умножаю на это, вычитаю из последнего. И коэффициент стал равен нулю. Ребята, если у меня в столбце есть хотя бы один и ноль, то я могу поделить на него стоять единица. И после этого при помощи этой строчки сделать нули над ним и по ноль. Все понятно? Все понятно. А теперь внимание. Если у вас здесь нули, а здесь неноли, вы понимаете, что вот эта строчка однозначно выражает X1 через все остальные. Пока все понятно? Итак, из того уравнения, где был ненулевой коэффициент, вы его находите, и задача свелась. Смотрите, вот у вас здесь был ненулевой коэффициент, скажем, тогда вы эту строчку временно выбрасываете. Вы уже сделали вот эти нули. Соответственно, у вас получилась система, в которой уравнений на одно меньше, и неизвестных на одно меньше. По предположению индукции, там есть нетривиальное решение. Ну, соответственно, берете вот там не все X и нули. Из вот этого вот уравнения находите X1, однозначно. Ну и все. Уже не важно, X1 будет нулем или не будет. Важно, что среди чисел X2 и так далее, X1 плюс 1, у вас есть X2. Все все понятно? Просто индукции. Это называется метод Гаусса последовательного исключения неизвестных. Метод Гаусса, он любую систему постепенно вращает, вращает, вращает. Вот. Замечательно. На самом деле, то, что я сейчас рассказал, хотя является безусловной правдой, но можно то же самое сделать в некотором смысле чуть-чуть более красивым. Давайте я этот способ вам тоже расскажу. Значит, ребята, более красивый способ заключается в следующем. И если у вас есть базис E1, E2 и так далее в EN, и если у вас есть вектор F1 и так далее, Fn и Fn плюс 1, предположим, что они независимы. Тогда я пишу, пусть они независимы. Тогда я запущу процесс замены. А именно, я докажу, что можно делать следующее. Можно брать какой-нибудь из векторов E1 и заменять его на F1. Так, чтобы при этом у нас по-прежнему здесь был бы базис. Потом брать F2 и заменять. Так что здесь опять будет базис. Потом F3 и так далее. И в конце концов, когда мы с вами заменим, вдруг окажется совершенно страшная вещь. У вас все эти самые E-шки будут заменены на F-ки, и это будет базис, и при этом F-ки еще останутся, и это будет противоречие. Идею поняли? Итак, вот у меня, смотрите, я буду все время поддерживать такую ситуацию. У меня вот эта базис во всем пространстве. Вот эти векторы, они линейно независимы. Я сейчас, давайте покажу, как делается первый шаг. Вектор F1, это же вектор в этом пространстве. Вектор? Вектор. Значит, он как-то выражается через эти самые E-шки. Выражается. Вот, предположим, что вектор F1, это, ну, я не знаю, там, с каким-то коэффициентом, да, альфа первое, E первое, альфа второе, E второе, и так далее, и так далее, и так далее, альфа энное, E энное. Ребят, если все альфа это нули, то это безобразие, потому что тогда система F будет линейно зависимой. Вы просто возьмете здесь коэффициент в единицу, а все остальные нули, и это будет моль, а коэффициенты не все нули. Значит, можно считать, что хотя бы одна из букв альфа это ноль. Ну, для определенности, поскольку от игров очень зависит, пусть давайте временно считать, что вот это альфа первое, не ноль. В таком случае, смотрите, что можно сделать. Можно сказать, что вектор F1 выражен по этой формуле через E. И наоборот, если вы поделите на альфа 1 и перенесете вот эти E в ту часть, вектор E выражен через что? Через F1 и что еще? Е2 и так далее. Е2 и так далее. Так. Это означает, что я могу взять и в случае, когда вот этот коэффициент не ноль, вот в этом базисе зачеркнуть E1 и вместо него написать F1. Иди ее поняли? Ничего не измените. Это по-прежнему будет базисом. Почему? Потому что F выражается через E, но и E1 выражается через F1 и остальные E2. И у меня сделал первый шаг замен. На этом месте оказался вектор F. Я беру вектор F2 и говорю, что он теперь выражается как-то через F1, E2 и так далее. Выражается. Значит, для F2 будет аналогичная форма. Там, из-за того, что у меня эти векторы были линейно-независимы, хотя бы перед одной E-шкой коэффициент будет не ноль. Значит, соответствующий F именно на ту E-шку вы замените. Поняли? И у вас уже две буквы F оказались в среде этого базиса. Ну, а потом возьмете третью, четвертую. И в тот момент, когда вы возьмете n-ную букву, произойдет чудо. Все E-шки заменятся на буквы F, и окажется, что из n буквы F у вас есть базис. Между тем, как n плюс один вектор были линейным. Зависит и это. Так, смысл более-менее поняли? Вот я двумя способами доказал независимость размерности. Ребята, это не значит, что это для меня самое главное, но просто после того, как я это доказал, становится понятно, что размерность векторного пространства – это некоторая конкретная величина. То есть, когда вы говорите, что это 5-мерное векторное пространство, то не бывает, что 5-мерное пространство – это то же самое, что 3-мерное. Нет. Размерность – это абсолютно четкая характеристика. Пространство имеет конкретную размерность. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова